Депутаты Государственной Думы поддержали поправки в законопроект о приоритетном праве зачисления в одну школу братьев и сестер независимо от их прописки. Кроме того, парламентарии в третьем чтении одобрили закон, усиливающий ответственность за вождение в нетрезвом виде. Об этих и других изменениях расскажет наш корреспондент. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем заключительном чтении законопроект, предусматривающий приоритетное право на зачисление в одну и ту же школу родных братьев и сестер независимо от места их регистрации. Как пояснила член комитета по образованию и науке Алена Аршинова, предыдущая норма создавала бюрократические проблемы тем, что необходимо было доказать родство между детьми. Теперь такое условие будет отменено. Я уверена, что сам закон, который был нацелен на то, чтобы психологические условия должным образом обеспечить братьям и сестрам, в том числе и решить даже финансовые вопросы, потому что в каждой образовательной организации свои требования к школьной форме. Это разные учителя, поэтому теперь дети смогут ходить в одну и ту же школу, в один детский сад. Парламентарии приняли в третьем чтении закон, усиливающий ответственность за вождение в нетрезвом виде. Уголовная ответственность будет жестче в отношении тех, кто ранее был судим за пьяные аварии, из-за которых пострадали или погибли люди. Для таких нарушителей штраф составит от 300 тысяч рублей до полумиллиона. Максимальный срок лишения свободы увеличится с двух до трех лет. В свою очередь представители партии ЛДП развучили еще ряд мер для борьбы с пьяными водителями. Мы предлагали, предлагаем целый набор мер, как бороться с пьянством за рулем. Вот сегодня в группу риска, на наш взгляд, входят автомобили каршеринга. Давайте хотя бы там установим алкозамки, для того, чтобы те, кто управляет таким транспортным средством, обязательно продувался. И если, соответственно, есть пары алкоголя, выдыхаемого в воздухе, то хотя бы пьяного за руль таких транспортных средств пускать система не будет. Поправки о поддержке продажи детской литературы прошли второе чтение. Ранее законом о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ ввели понятие социальное предпринимательство и социальное предприятие. А также предоставление права органам власти и муниципалитетам оказывать поддержку малому и среднему социальному предпринимательству. Она может быть как финансовой, так и имущественной. Документам предполагается отнести к категории социального предпринимательства деятельность по реализации книжной продукции для детей. Один из авторов этого законопроекта, наша коллега, первый заместитель, председатель комитета по культуре Елена Григорьевна Дропека. Речь идет о том, что книга торговля учебниками, учебно-просветительской справочной литературы должна отнестись к социально значимым предприятиям с соответствующими льготами. Мы, конечно, эти обозы законопроекты поддержим. В свою очередь представители фракции КПРФ во время общения с журналистами вспомнили прошедший международный экономический форум в Санкт-Петербурге, на котором обсуждались различные вопросы, например, в частности, экспорт водорода. Чубайс выразил надежду, что надо нам стать лидерами производства водорода. То есть котельные, которые отапливаются сегодня углеводородным сырьем, надо переводить на водород. Госдума закроет весеннюю сессию 17 июня. В этот же день думские депутаты планируют завершить активную работу над законами на пленарных заседаниях. Напомним, что весенняя сессия – последняя для текущего думского созыва. Новый состав приступит к работе после сентябрьских парламентских выборов.